Здравствуйте, дорогие садоводы! Вы просите нас больше рассказывать об экологическом земледелии. И вот, посмотрите, мы пришли в мою теплицу. Здесь у меня вот такой вырожай седоратов уже вырос. И сейчас теплая уже погода. Можно обрабатывать теплицу биологическими препаратами. Я вам уже показывала, как нужно это делать. То есть, как растворять препарат. Но вот сейчас именно мы будем его вносить. Потому что вот эти седораты были посеяны еще когда за теплицей лежал снег. И сама земля была холодная. По идее, вносить эти биопрепараты было нельзя. Я просто вам для примера это все показываю. Сейчас я уже покажу, как вот это все окончательно должно выглядеть. Вот урожай седоратов уже готов. Такой шапочкой вырос. Посмотрите, тоже вот какая разница. Вот здесь потеплее к середине, здесь холоднее к стеночкам. И вот какая разница по высоте этих седоратов. А вот эти уже готовы к уборке и к тому, чтобы быть заделанными в почву. Вот что мы, по сути дела, должны с ними делать. Вот глубже-то и не надо. Просто именно вот так вот мы их как бы втискиваем туда, врубаем. То есть мы без оборота пласта опять же это все проводим, если говорить об экологическом земледелии. Нам не нужно копать. Мы все бактерии сохраняем в почве, никого местами не меняем. Вот мы такую процедуру должны проделать на всей грядке. Вот так, да? Ну, можно вот чуть-чуть бы как-нибудь вот так вот, да? Но глубоко-глубоко ни в коем случае не копаем. Вся эта органика и так уйдет в почву с помощью чего? А вот с помощью вот этих, вот этих биологических препаратов. Я уже показывала. Комик урожайный. Он есть вот в таких больших бутылочках. Есть вот в маленьких бутылочках тоже и комик урожайный. Применять абсолютно одинаково. И тоже я уже напоминала, как это делать. 100 миллилитров. Мы берем вот какой-то стаканчик, 100 миллилитров. Отмеряем и выливаем в леечку. Растворяем и поливаем всю нашу вот эту органическую массу. Вот мы давайте с вами это и сделаем. Опять такой характерный запах кваса. Приятный цвет. Вот так. Столько вот препаратов на 10-литровую леечку. Сейчас все размешаем и выльем. Что дают эти биологические препараты? Вы, наверное, тоже уже все помните, если смотрели наши видеоролики. Вот те полезные бактерии, которые здесь есть в этом растворчике, они начнут сейчас перерабатывать вот эту всю органическую нашу массу. И они разлагают ее до элементов, которые уже доступны растениям. Вот это уже называется гумусом. Вот как мы это все с вами должны полить. Поливать много, собственно говоря, вот этим препаратам и не нужно. Мы только вносим бактерии, но почва, конечно, должна быть влажная. Спрашивают, как поливать до того, как внесли препараты или после. Это значение абсолютно не имеет, потому что просто почва должна быть влажной, когда вы уже запустили этих бактерий на жизнь вот в эту вашу грядку. А уж как вы польете сначала, прольете всю грядку или потом уже еще раз увлажните после полива вот этим биопрепаратом. Ну, в общем, это дело ваше. Пойдемте еще посмотрим, что можно делать с этими такими замечательными нашими помощниками. Ну, мы сейчас вот перешли на мою малиновую грядку. Я напоминаю, мы на моем новом участке. Здесь растенецы все очень еще молоденькие. Малину я сажала только в прошлом году. И она такая еще слабенькая из-под зимы вышла. Вот надо сейчас помочь этим растениям, чтобы они побыстрее росли, развивались. И еще одна здесь интересная вещь. Посмотрите, я с осени внесла вот такую вот мульчу. Это была сечка из нашего измельчителя. Мы измельчали любую ботву цветочную. Здесь и флоксы были, и пасконник, и бархатцы какие-то. Ну, в общем, все, что можно было перемолоть, да, собственно, и полынь тоже. Вот. И мы вот это вот все сюда вносили. Зеленая часть перегнилась за зиму, а вот эта вот грубая такая органика, она осталась. Чтобы быстрее все вот это вот тоже перегнивало и входило в состав почвы, мы сейчас это все обработаем биопрепаратами с нашими бактериями. Здесь мы уже развели еще в теплице, да, у нас осталось здесь нормы внесения абсолютно такие же, 100 мл на 10-литровую леечку. Кстати сказать, вы не забудете, потому что вот посмотрите, какая подробненькая инструкция, с картиночками, все тут очень просто написано. Вот что здесь еще дают нам эти бактерии именно для растений. Они вытесняют патогенную микрофлору, сами начинают размножаться, этих они как бы прогоняют, да, вот, и получают наши растения защиту от грибных болезней. И у них у самих повышается иммунитет за счет того, что они лучше кушают. Эти бактерии нам помогают, вот эту органику, которую мы вносили, еще летом я там и навоз носила, там, именно вот в качестве мульчи, да, вот эту органику они раслагают, и наши растеницы лучше питаются. Ну, долго говорить здесь ей не приходится, как мы это все вносим. Посмотрите, вот по этой мульчи мы просто-напросто поливаем, вот так, да, кстати сказать, сейчас прошел дождик, и эта мульча достаточно тут влажная. Но можно опять же полить, если у вас этого дождя нет. И под сам корешочек тоже мы вот так вот вносим. Вот, а там, где возможно порыхлить, вот здесь вот не очень порыхлишь, да, да, это, в общем-то, и не надо. Сейчас наши бактерии, они туда внутрь проникнут и будут есть нашу вот эту вот органику. А вот здесь, вот здесь, под корешочками, видите, я немножечко разгребла, чтобы у меня оттуда молоденькие побеги свободно проходили. Вот здесь я легонечко вот так порыхлю, чтобы у нас все вот это вот больше вошло в почву, то есть бактерии наши были заделаны. Это особенно важно при сухой почве, если вот у вас дождя не было, да, и при сухой почве порыхлили, еще хорошенечко все увлажнили, потому что бактерии наши живые. И мы должны помнить, что если почва пересыхает, и они тоже у нас пересыхают. Поэтому, когда они уже заглубились туда в землю, они будут у нас жить там преспокойненько. Вот под этой мульчой всегда влага, поэтому вот это основное условие для хорошего роста вот этих вот бактерий. То есть им нужна и влага, нужен и воздух, и вот эта мульча, она как раз такие условия и обеспечивает. Мы внесли, и дальше они самостоятельно в почве там размножаются. Вот большую ошибку допускают те, кто один раз полил вот этими препаратами, и все, и ждет прям таких небывалых успехов, урожаев, а почва-то у него сухая. Он в субботу полил, через неделю приехал, почва у него высохла, вот вместе с ними высохли и вот эти вот наши внесенные бактерии. Поэтому позаботьтесь, вот такое мульчо и питание им внесите. Вот это закон органического земледелия. Ну что, пойдемте еще я покажу, как применять вот этот вот препарат компостной кучи. Вот у нас компостная куча, которая осталась с прошлого года. Вы видите, тут много еще не перепревших растительных остатков. В прошлом году я показывала, как все это нужно обрабатывать. Мы тоже вот так вот это поливаем все это этими бактериями. И обязательно нужно чем-то это все закрыть, чтобы, опять же, не было пересыхания. Вот еще какую я вам одну тонкость хочу сказать при использовании вот этих биопрепаратов. Совершенно не обязательно каждый раз вот в лейку выливать вот эти 100 мл, да. Если у вас есть бочка, скажем, 200-литровая, вы рассчитайте, пожалуйста, сколько вам этого препарата потребуется именно на бочку. И вот весной-то везде можно их вносить, эти биопрепараты. Ваши растения начнут активнее и быстрее расти. То есть можно поливать и земляничные грядки, можно поливать и многолетние какие-то ваши цветы. Подошли к бочке, где уже разведен препарат, зачерпнули из лейки и дальше идете и поливаете. Посмотрите, что у меня тут еще есть. Вот мне соседка сделала такой замечательный подарок. Это у меня в мешках опилки с курином пометом. Я их тоже все сложу вот рядом с компостной кучей. Они у меня там начнут перегнивать. И вот эти вот опилки я тоже буду поливать вот этими биопрепаратами, чтобы быстрее у меня все шло это разложение. И потом я буду всю эту органическую, такую вот уже массу, заряженную этими полезными бактериями, буду вносить под свои растения в качестве мульчей. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой многофункциональный препарат, который называется, еще раз повторюсь, икомик урожайный. Микробиологические препараты. Это вот, пожалуйста, применяйте шире и только не забывайте, что бактерии там живые и нужно поддерживать почву влажной. Если вы не имеете возможности регулярно поливать, то обязательно это все мульчировать. Вот тогда у вас будет очень хороший результат. Продолжение следует...